Девочка-пай Миначев Гаран Шагапович окончил полковую школу в Казани, потом курсы младших лейтенантов. Первый бой принял под Москвой. Командовал артиллерийским противотанковым взводом. Воевал под Сталинградом и в Крыму. Освобождал Польшу и Восточную Пруссию. Войну закончил на острове Рюгин. Что вы делали до начала войны? Вас уже взяли в 1937 году в армию. Окончил полковую школу в Казани, потом курсы младших лейтенантов в городе Пугачеве. Нас направили из Ульяновска в Холкингол. Ну, пока мы ехали, там Жуков окружил японцев и уничтожил. И нас потом провезли дальше, на Дальний Восток. Вот там есть станция пограничная, там застава. Потом справа, севернее, есть застава имени Котельникова. Между этими заставами там высокие горы. Ну, самую высотку, сопка там, сопками называют. Высота – это 748 метров, почти километр. Вот на этой горе мы обороняли границу. Пограничная тропинка проходила от наших пушек километров 40-50. Когда началась война, вот где вы были в этот момент, ваше ощущение, вспомните? Помню. Я на границе был, на японо-манчжурской границе. Потом 17 октября мы погрузились. 5 ноября прибыли в город Самаров. 6-го Ворошилов с Калининым пришли, митинг сделали для нашей дивизии. Вся наша дивизия участвовала на окраине, на восточной окраине города Самары. А 7-го состоялся парад. Значит, боевая единица главная была. Мы шли первыми. Парад очень хороший был. Много иностранных послов там было. Потом 7-го уже погрузились и отправились в направление Москвы. 15-го приехали на станцию Узловая. 16-го заняли оборону. Деревня Крутой Верх, на шоссейной дороге Воронеж-Москва. Мы 15 дней вели бои. С 16 по 30 ноября. Тяжелейшие бои вели. Вспомните ваш первый бой. Первый бой. Я подбил 3 автомашины с пехотой. Ехали немцы, впереди мотоциклисты. Мотоциклистов скосили пехотинцы. А 3 автомашины с пехотой я по задней машине сначала дал. Осколочным снарядом. Потом по второй, потом по третий. Потом пехотинцев из пулемета. А на второй день уже танки. Один танк пришел. Здоровый такой танк. Ну, хорошо, что пулемета не было. Я сразу скомандовал по амбразуре, чтобы водители не могли видеть. Потом по башне, чтобы не могла вращаться пушка ихняя. Потом, значит, ну, не пробивал, потому что 45-ка, танк здоровый. Потом в задней части немного косо стоял танк. По гусеницам мы ударили. Гусеницы разлетелись. И танк, по мне, не смог открыть огонь. Потому что там снаряд, хотя и не пробивает, но осколки от стены отлетают по глазам водителя, механика водителя и стрелка. И к вечеру бои затихли. Вы командовали, под вашим командованием взвод у вас что был? Взвод. Две пушки. Две пушки? Да. Одна пушка у меня оставалась, одну пушку туда взяли. А пулеметы и так далее? Пулемет у меня был в бронированном тракторе. Это как танкетка, быстроходный трактор. Я стрелял. Стрелял. Вы сами стреляли? Сам стрелял. Потом, после войны, выяснил. У этого дома, где мы стояли, где мои солдаты, там три солдата были убиты. И один офицер. А там, левее, куда я стрелял, всего около 40-50 трупов было немецких. Под Москвой сколько времени вы находились? 15 дней мы воевали, оборонялись и остановили Гудериана. 30-го, значит, остановили. 1 декабря мы уже перешли в контрнаступление. Вот таким образом мы потом дошли до Сухинищей. Там задержал. Там крупные силы немцев. Сухинищи это на границе Смоленской области уже. Крупные силы. Но никак мы взять Сухинища не могли. Потом сменили командующего. Пришел к нам Рокоссовский. Он сразу дал команду звонить по всем частям, по телефону, по радио. Чтоб немцы и узнали, что приехал Рокоссовский. И немцы все это узнав, ночью удрали. Дальше в Смоленскую область. А что, они боялись так? Рокоссовского? Слава Рокоссовского? Очень, очень боялись. Да? Очень боялись. Как огня. Потом, значит, когда Сухини освободили, меня отозвали в башкирскую дивизию. Там всех татар. Башкир, татар, в Уфу. Из Уфы мы приехали на Воронежский фронт. Там река Алым протекает. Тут заняли оборону. Там крупное село Тюрбуны. Вот однажды, значит, немцы попытались прорвать оборону и потеснить нас. Когда они стали переправляться, мы открыли арт-огонь по немцам. И многие немцы были уничтожены. Атака их не закрепнулась. И мы стрелять, значит, перестали. Потому что тогда в одно время, месяца, два, три, летом снаряда не хватало. Надо было экономить снаряды. И они целый день из этой реки вылавливали потом трупы. Целый день. А вот о первом бою вспомните, пожалуйста, более подробно. Гибель товарищей. Какие у вас были ощущения? Страха нет. Тут, знаете, если будешь бояться, тут все уж. Будешь отступать, трусом будешь свой пристрелить. Закон такой. Я знаю, что вам приходилось освобождать Крым. А вот скажите, там разрушений много было в Крыму? Однажды я в Бахши-сарае находился. И теперь, значит, стены там высокие каменные стены. Думаю, и самолеты летят, немецкие бомбардировщики. Думаю, ну, сейчас в Крымске в Бахши-сарае разбомбят. Я, значит, стена высокая, к стене не лег. А подальше от стены, если стена развалится, чтоб не под стену не попасть. Ну, самолеты и не стреляли. По-моему, они брали в болото. Бросили бомбы свои. Молодцы вообще эти летчики были. И обратно. Это немецкие? Немецкие. То есть они не стали бочесая бомбить? Не стали. Я очень обрадовался, жалко, ведь мечети там. Это же столица крымского государства. Там интересные дома. Потом уже весной, 12 апреля, мы пошли на стопление. Весь фронт, Южный фронт пошел на стопление. Это 43-е? Да. Нас направили на Сталинград. Ну, мы не знали, куда. Ночью двигались целый кавалерийский корпус. Все на лошадях, все на конной тяге. Минометы тоже на телегах, 120-миллиметровые. Все на конной тяге. И ночью, значит, двигались, а днем отдыхали. В целости, в сохранности наш корпус до Дона добрался. Оттуда, значит, подтянули нас к фронту. Там оборонялись румыны. Они никакого сопротивления нам не оказали. Немецкие танки были, но их мы сразу уничтожили. И потом даже такой случай был. Кавалеристы догоняли и на танк залезали. Такой случай. Из танка, значит, там это, по башне-то. В башню гранатку. Ну, вот, пошел однажды, думав, дай посмотрю, что там это кругом творится. А то никого нет около штаба дивизии. Пошел там полно урах румын. Сидят все так на корточках вот так. Не винтовок, ничего, все побросали. Я пришел, доложил генерал-майору Шаймуратову. Он говорит, иди, скажи, пусть по деревням, по холхозам спать идут. То есть вы их в плен не брали, они сами там каким-то образом сложились? Нет, нет, нет. Сами побросали оружие. И пришли, как бы, на нашу территорию? На нашу территорию. В плен приходилось брать немцев? Вот во время Сталинградской, после того, как вы их окружили? В Симферополе офицеров брали. Остатков уже. Войска уже наши ушли туда. Тут попрятались, оставались офицеры. Вот. Ну, наши тут сразу их поймали и привели ко мне. Теперь стоим офицер немецкий. Этот парень пришел гражданский, бутылка ему по лбу прямо. И лоб сразу опухает, опухает, опухает. Не свалился офицер немецкий. Ну, потом отправили это КПЗ. Какой бой в составе башкирской дивизии особенно запомнился? Однажды в штаб батальона приехал верхом один товарищ. Лошадь оставил и сам землянку. И тут немецкий снаряд все, коня как и стало. Ну, так бои бои там тяжелые шли. Тяжелые. Перед нами поставили задачу добраться до Луганска. До Луганска. И мы двинулись. Весь корпус у нас двигался. А ночью для того, чтобы попасть на территорию немцев, нам ворота сделали. Южнее Ворошиловграда или Луганска. В десяти километрах там колхоз Тельмана был. Вот тут мы перешли. И заняли оборону. Только заняли оборону, рассвело и на нас несметное количество немецкой пехоты двинулось. Несметное. Мы наблюдаем уж это. Думаю, я уж тут весь дивизион поставил в ряд стрелять по ним. Да. Ну, двигаются, двигаются, значит, это уже к переднему краю там аурах, ручеек. Стали уже сюда подходить передние. И откуда не возьмешь, Катюша заиграла. Катюши наши заиграли. И вся эта гора была охвачена пламенем. Вся гора это там такие сопками не назовешь эта гора идет длинная, там тянется километров на десять. Вся гора была охвачена пламенем. Все уничтожили всех. Катюша ведь знаете как они рубат там падает ракета трубат и потом на части на части на части на части и покрывает площадь большую площадь покрывает так что там не останешься живым. Если в овраге ты или в землянке тут только так можешь. И вот одного покалеченного привезли. У него значит что обыскали нашли презервативы больше в нем ничего не было оружие бросил. Ну после этого наши войска значит ворошилов раз заняли и начали тоже там двигаться. Мы почти до Дебальцева дошли. Дебальцева уже видно было. Там семь километров мы Дебальцева ведь узловая станция. Самая крупная узловая станция Украины там во все стороны вот почему задача стратегическая задача ставилась перед нашим корпусом захватить узловую и мы до семи километров только дошли тут уже немцы встретили крепко нас вот тут я был ранен если окажется пуля попадает в середину кости то заражение там быстро происходит погибает человек а мне задело на сантиметр туда от кости от края но немало все равно немало но все равно гной гной и гной гной идет не отпускает и не знали рентгена нет и не знали врачи что у меня кость пробита в Луганске очень много скопилось раненых и командование решило в первую очередь отправлять офицеров и я попал в первую очередь один товарищ из Курска он говорит я тоже запишусь офицером младшим лейтенантом ну я возражать не стал я какое имею право он здоровый такой здоровее меня еще красивый такой парень ну он как офицер тоже как младший лейтенант тоже уехал с нами нас отвезли на станцию Миллерово оттуда до Борисоглебска ехали поездом Борисоглебский Сердобский извиняюсь Сердобский лежал до начала июня 44-го года Крыму Крыму бои прекратились мы разместились по селам хуторам городам мы разместились в селе южнее Симферополя 13 километрах между Алуштой Симферополь и Алушта здесь располагались в частных домах представителям генштаба было приказано командиру нашей бригады составить историю истребителя против танка и артиллерии в крымской операции он написал подполковник Попов Борис Васильевич написал командир бригады повез сдавать представителю генштаба тот прочитал и забраковал вернул сказал пересоставьте что плохо написано что нет фактов мне говорит полковник Василенко вот так и так забраковали пересоставьте я сел в отдельную комнату закрылся машинистка в отдельной комнате стал писать написал достал из цифровой папки по изучению истории и опыта Великой Отечественной войны факты представлены командиром батареи одной из батарей вот я все это туда включил и потом значит опять кое-где значит подправил дополнил опять повез не 15 дней я быстрее делал повез туда представителю генштаба представитель говорит кто написал он говорит капитан сейчас же ему присвоите звание майора и дайте орден отечественной войны второй степени вот в моем изложении история понравилась представителю генштаба я очень хороший факт этой батареи описал там вот так получилось с этим орденом и звание он мне дал и орден Галям Сугапович вам приходилось встречаться с союзниками там с англичанами с американцами один раз пришлось мне встретиться с англичанами когда наш полк двигался в направлении восточной Пруссии причем территорию уже с Польской Пруссии была уже рядом рядом и вот один солдат ко мне в штаб привел двух летчиков английских они нешли какую-то деталь в руках и мне мимикой рассказали что вот надо ремонтировать что они сделали вынужденную посадку что им надо отремонтировать и обратно лететь туда в Лондон на запад эти были бомбардировщики бомбардировщики только бомбардировщики и крупные бомбардировщики и вот значит им надо было отремонтировать а мы в поле ни населенных пунктов не видно ни города ломжи не видно я им рассказал что по нашим следам снег выпал дорог нет идти трудно мы тоже войска тут тоже трудно двигались снега много выпало я им показал я говорю по нашему следу двигайте туда вот в этом направлении и там город и у них крупные мастерские есть вам они отремонтируют я им значит я не курящий у меня шоколад всегда был вот не курящим шоколад давали я им пару шоколадов по плитке шоколада дал а он на память мне вручил монету английскую вот эту монету это фунт и я даже не знаю не интересовался они двинулись значит по своей дороге мы тоже это восточное направление колонна наша продолжала двигаться вот такой случай произошел с англичанами а скажите пожалуйста вот Польша после Польши где вот вы говорите в Польше задержались вплоть до 45-го ведь да 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 вот потом Германия да потом уже восточную Пруссию мы вошли в составе же Белорусского 2-го Белорусского фронта Рокоссовского и двигались мы до реки Вислу там вот во втором эшелоне там войск много сосредоточилось во втором эшелоне а там какой трудный бой был вот там какие там значит нависли бои шли несколько дней но потом они сопротивление уже перестали оказывать тут наши войска переправились и все и стали немцы переодеваться в гражданскую прятаться и особого сопротивления уже не было до острова Рюген до острова Рюген тут войска уже двигались 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 и мы 8-го закончили раньше чем Берлине но Берлин 2-го мая пал 9-го они завершили но Берлин да а войну закончили там 9-го а как дело обстояло с трофеями разрешали отправлять посылки рядовым и сержантам 5 килограммов офицерам 10 килограммов вот тут конечно отправляли вещи и это продолжалось до самого отъезда из Германии а вот эпизод чтобы кто-нибудь вот я не знаю там много чего-нибудь вывозил ну вот командир полка подполковник Ехимик погрузил имущество в штудобекер с командиром бригады Василенко это трофейные да трофейные вот у нас там был аккордеон и пришел сам Ехимик просить к нам это аккордеон ну не дали не дали небольшой аккордеон красного цвета не дали ну они он загрузился он сам с Украины который город который граничит с Польшей близко ему понимаете тут пересекать не очень далеко и он полную машину трофеев увез он во время войны это все во время войны я за него остался я продолжал воевать и мы Данцик взяли я рассказывал я вышел на берег помыл руки смотрю тут винное заведение там одни вина тысячи наверное несколько тысяч бутылок в ряду я одну бутылку взял шампанское думаю это шампанское французы вот 1812 года но он горький горький уже пить уже невозможно как они пили я не знаю как продавали то есть вы коллекционные вина вот эти попробовали да да не коллекционные это для продажи там у них в магазинах там же это же международный международный же город тогда там же собирались гулять богачи поэтому там все было и французское и русское все там а вы своим солдатам разрешили попробовать все это делать нет нет они сюда и не дошли это я пошел берегу один на улице никого все открыто да на улице никакого граждане попрятались подвалы вот я видел мертвого только старика в окно ну бедный старик мертвый лежал на кровати спускался я по правой стороне улицы к морю туда один мертвый стын ну он больной наверное был старый старик видел вот а так населения не было населения не было все попрятались в дом я заходил командиру бригады доложить там тоже никого не было только комбриг был а не страшно было ходить по городу зная что нет я ничего не боялся как хозяин прошел до берега и причем один даже ординарис оставался там они делами занимались уже другими таких случаев конечно немного немного был еще вот такой случай когда уже война кончилась в бригаду приехала жена офицера а командир бригады Василенко хотел плохое дело сделать с женой офицера он обжаловал Жукову Жуков вызвал Василенко на ковер и снял с работы снял с работы разжаловал с должности и отправил в Россию вот такой случай в в в Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok